...такую классическую ткань, светлые брюки или брюки от костюма спокойно можно носить с джинсовой рубашкой. Вообще джинсовая рубашка должна быть у всех, не важно сколько вам лет, даже женщина в 50-60 лет, это очень круто выглядит. Если у вас женственная юбка, то это выглядит очень красиво. Здесь вот мы попытались это показать, когда, в общем-то, такой casual пиджак, кроссовки должны быть просто у всех. Кто следит за мной в инстаграм, знают, что я фанат, это действительно очень модно. Я так как все время в кроссовках, сегодня, вы видите, я вышел в туфли, чтобы хоть как-то выглядеть немножко посолиднее. А так я все время хожу в кроссовках. Это действительно очень модно. И для этого, вот следующие модели, это парень в луном костюме, я вот, чтобы вы наглядно видели, что это абсолютно не ошибка. Очень многие, и даже у меня в инстаграм пишут, типа, ой, какой ужас, как так можно. Вот, рассказываю, женственное платье, чуть ниже колено, приталенное, из легкой ткани, запросто легко носится со спортивной обувью. Другое дело, что кроссовки не должны быть очень яркими, такими кричащими. Это, скорее, должны быть они однотонные, спокойные, потому что вот мы специально его подобрали, чтобы они не выделялись. В России есть такая крайность, когда начинают наряжаться, надо, чтобы как-то эффектно было, ну, чтобы вот вышла на улицу, и сразу было понятно, что, ну, вот, как-то женщина, я такая стильная. Поэтому тут тебе сиреневый, тут красный, тут голубой, мужчины, особенно летом, шорты голубые, футболка салатовая, обтянули этот пивасик, очки зеркальные. Вот постарайтесь цвета немножечко убрать, чуть-чуть. Основные тренды это такие пастель, это глубокие такие вот уютные зимние, тона портовый, глубокий зеленый, и красный может быть, но, видите, все остальное абсолютно спокойно. То есть за базу берите вот те цвета, которые вы здесь видите, старайтесь немного надевать на себя цветов, больше, лучше фактуры, да, экспериментируйте с фактурой. Как будто бы легкая юбка такая, прессированная, летняя, тут же в сочетании с ковриком, вот таким вот, тут же вам трикотаж, и ни к чему абсолютно блестящая обувь, которая действительно, на первый взгляд, выбивается и выглядит странным. Но именно вот в этой фишке есть вся и мода сегодняшнего дня, потому что много очень свободы. Здесь еще на что стоит обратить внимание, что вы должны быть, вот этот образ, многие называют это бомжатским, и мы тоже его называем бомжикой. Понятно, что русская женщина должна быть, чтобы и тут все стояло, и там все было затянуто, и тут, и не важно, уже двое-трое детей уже за 45, все равно надо показать, что все сохранилось еще, все еще есть. Вот это хорошо для вечера всегда, элегантное платье, прекрасно, но днем старайтесь быть чуть-чуть более свободными, не бойтесь более широкой одежды, не бойтесь выглядеть чуть-чуть более громоздкими. Это, это, это неплохо, это, это модно так. Дальше. Следующий образ, очень много кожи. Кожа вообще абсолютный тренд, поэтому футболки, юбка, брюки, ну, понятное дело, куртка. Но кожи очень-очень много, и вообще сочетание, вот до моего показа был показ в 70-х, это тоже абсолютный тренд. То есть мода разделилась на две части, 70-е и 90-е. 90-е это огромная одежда, это абсолютная такая безвкусица, когда высоко надеты брюки, заправленная во внутрь блузка, сверху огромное пальто с кроссовками, неопрятные волосы. 70-е тоже неопрятные, ведь хиппи это, в общем-то, стиль свободы. И, соответственно, главный тренд это свобода в образе. И 70-е это пастельные ткани, это этнический принт, это похрома. Почему у меня в показе этого нет? Потому что, ну, соответственно, целый показ до был посвящен моде 70-х. Двигаемся дальше. Яркий акцент. Сделали ей стрелки, чистое лицо. Не надо с помощью косметики, пожалуйста, менять свой внешний вид. Очень многие пытаются косметикой нарисовать себе другое лицо. Вы просто чуть-чуть делайте его, ну, более острым, более характерным, но не злоупотребляйте косметикой. Понятно, что многие могут сказать, конечно, ей 18 лет, она может все себе позволить, а ей все могут себе позволить. Ухоженная кожа. И старайтесь вообще, вот, натуральность, это прям самый-самый-самый-самый тренд, женственность, мягкость. Потому что я смотрел сейчас, многие, не буду сейчас взял поворачивать, чтобы не обиделись, многие аплодировали вот так. Вот старайтесь делать все по-настоящему. Если аплодируете, аплодируйте искренне. Не хочется аплодировать? Не делайте. Но делайте все по-настоящему. И когда вы начнете так жить, вы сможете более смелые вещи на себя примерять. Роскошную, расплешенную, допустим, чуть ниже колена юбку, клетчатую или однотонную, с джинсами, мужской курткой, с футболкой, это мы сейчас говорим уже про весну, да, или и кроссовки. То есть вы женственность сочетаетесь с более грубыми вещами, мужского гардероба. Это выглядит свежо и модно, 90-е. Дальше, значит, здесь яркий акцент. Все черно-белое, казалось бы, к чему здесь туфли. Вот просто иногда достаточно одного яркого пятна. Все, в этом есть элегантность, сдержанность, и не нужно больше ничего добавлять. Понятно, что могли бы быть губы, но тогда это была бы ответочка. Вариант вечерний, да, окей. Она собралась вечером куда-то идти, она может добавить сюда что-то блестящее. Допустим, это могла бы быть широкая цепь, золотая или серебряная. Допустим, мне приятно собрать волосы на голове, да, совсем прям так, и сделать ярко-красные губы. И тогда это вечер. Добавила бы сумочку, сумочку на снег. Ну ладно, давай добавим ее у кого-нибудь другую. Добавим ее на прокат. Добавим сумку. Ничего, что красный цвет отличается, он друг по другу не подходит. Не перестаньте думать про вот эту всю историю. Другое дело, что если два ярких красных цвета, они будут конфликтовать. А если один яркий, а второй прикушенный, имеет место...